давайте перейдем в список наших покупок кликаем вот по этой второй иконке и пожалуйста у нас выезжает наша панель со списком покупок как вы видите списке по список покупок разбит на категории только те в категории куда мы добавили товар цифра с белым шрифтом обозначает сколько товаров добавлено в данной категории оранжевая цифра мы отображает количество товаров которых мы как бы отметили как как отобранный то есть можете относиться к ним как тем которые мы как бы купили и слева мы увидим с вами панель которая как бы позволяет управлять всеми товарами находящимися в списке покупок ну давайте зайдем в категорию овощи вы видите у нас здесь сосредоточены все товары с помощью таких галочек мы можем отметить товары которые куплены они отличаются желтым цветом и живите как бы стиль перечеркнутый и будут сверху отображаются и количество товаров и количество купленных товаров мы выделяем товар эти пятерка на шестерку изменилось то есть все динамично работает также возле каждого товара есть вот такая три кнопки кнопочка с время точками это опции давайте откроем где чеснок смотрите тут есть дополнительный функционал мы можем этот товар отправить в избранное и как видите как вы видите экран с избранными товарами обновляется также мы этот товар можем добавить в шаблон то есть создать какой-то шаблон да тут у нас 1 3 шаблона имеется первый второй третий выбираем допустим второй шаблон также как и в той панели можно удалить информацию можно выйти из панели можно добавить давайте вы добавим во второй шаблон давайте сразу перейдем вот вот кликнем на шаблон на последней иконки где шаблон кликаем и отображаются три панели с тремя шаблонами давайте перейдем во второй шаблон куда мы добавили в этом символизирует и тут так же как и списке покупок все распределяется то есть вы можете делать шаблоны допустим на понедельник на воскресенье покупок или допустим продукты или там лекарства или что-то еще давайте вернемся обратно список покупок и сюда да в овощи и видите теперь дискетка поменялась на минус теперь помощью этой кнопки можно удалить товар из шаблонов вот как видите все мы удалили и убрать его из избранного и как видите информация обновляется также можно товар редактировать товар можно редактировать и допустим смотрите по умолчанию здесь чеснок можем ввести название товара любой до количество и выбрать измерения но если мы удалим введенную нами информацию то все вернется на первоначальные настройки этот товар можно еще удалить кликаем по корзине